Музыка Боксы, мужчины, занявшие первые и четвёртые места в своих веселых категориях, приглашаем на жеребьевку. Музыка На коврах продолжается борьба. Здесь с вами Яна Ким и руководитель сети магазинов «Барис» Баир Бимбайч Бабалоев. Музыка 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 Ну вот, определился чемпион тяжелой весовой категории, определился чемпион, по-моему, легкой. Нет, это не легкая весовая категория была. Это не абсолютный чемпион. Это не чемпион. Да, ну и вот сейчас нас вновь ожидает интервью. Наши коллеги готовы к проведению этого интервью. Ну и после интервью мы опять вернемся на ковры. Торговой группой СМИР депутат Улан-Уденского городского совета депутатов Доржиев Геннадий Юрьевич. Геннадий Юрьевич, что Вы можете сказать о самых юных участниках турнира? Безусловно, наши юные участники, юные спортсмены – это будущее нашего народа, это будущее элита. И, конечно, любой турнир, который у нас проходит по национальной борьбе, он сегодня просто не представляется без участия юных спортсменов. А для юных спортсменов именно участие в таком турнире – это, конечно, во-первых, это еще и престиж, тренировка. И, конечно, когда они смотрят, как борются их старшие товарищи, они, конечно, многому учатся. И, безусловно, борьба, она вот в детях сегодня воспитывает трудолюбие, мужество, упорство. И уверен, что это помогает им в учебе, в жизни. И, конечно, уверен, что это будут хорошие люди. На примере наших старших борцов можно сказать, что не только борьбой у нас занимаются ребята. Есть Ринчин Санжиев у нас за Каменском районе, Зерикто, Сириндодоп, который сегодняшний день занимается еще и сельским хозяйством. Есть ребята-борцы, которые едут, работают главами сельских поселений. И поэтому борьба – это национальная борьба, это вообще сила, дух нашего народа, это традиции. И мы, безусловно, конечно, должны поддерживать. И мы сегодня видим, что очень активная борьба поддерживается сегодня во всех бурятских селах. И сегодняшний турнир, который проводится в городе Ланды на площади Советов в преддверии Дня города, это тоже показывает, что он уже у нас становится популярным. Но при этом мы знаем, что уже и на Красной площади турнир есть, поэтому пришло время и проводить на площади Советов. Поэтому я всех поздравляю с наступающим Днем города, ну и желаю, чтобы борьба, вообще спорт, нам помогал в целом. Спасибо за интервью. А сейчас мы передаем слово Андрею Дончинову и Батру Ламбаеву. Лидер, один из лидеров в этой весовой категории по национальной борьбе. Итак, наши коллеги завершили интервью с директором фирмы Смит Доржиевым. Завершили интервью. И мы с вами возвращаемся на ковры и продолжаем следить за... Ой-ой-ой, какая динамичная борьба, убежали за ковер парень. За борцами среднего и легкого весов. Ну и впоследствии нас будет ожидать абсолютное оперенство. Ну да, как до выхода на интервью мы уже стали свидетелями того, как Цибик Махстаров стал победителем в самой тяжелой весовой категории. Сейчас выявляют сильнейшего средние и легкие веса. Давайте переключимся на первый ковер. Мункот Абутаров в шортах голубого цвета против борца в красных борцовских трусах. Это первый ковер. Да, вот он Мункот Абутаров. Красивым броском в прошлой схватке он одолел своего соперника. Пока ему не удается навязать свою борьбу сопернику. Посмотрите, стойка стоит прямо как свеча. Можно нас переключить? Вот они, вот они, вот они, вот, вот. Да, вот Мункот Абутаров. Но такое складывается ощущение, что он уверенно ведет схватку. Прямо стоит. Да, пресекает все попытки своего соперника прохода в ногу. И такое ощущение, что он ждет завершения основного времени. Да, тянет до Кушака. Да, но Мункот Абутаров опытный борец. Мы об этом уже говорили. Вот, к сожалению, я не... Мы по протоколу не можем разобраться, кто его соперник. Вот. Ну вот, дошли. До что делает до Кушаков? До захвата. Кому там активно определила фишка? Что не поняли, но, по-моему, борцу в красном трико. Да, в красном шудоке. Да, в красном шудоке. Берет активно. Ну вот, хлопок по спине. Смотри, как повис. Спокойно. Смотри, как повис Табутаров. И все. Ну, давай, действуй, парень. И вот как приглашает своего соперника. Да, вот. Ты действуй, а я тебя подожду и посмотрю. А я тебя переверну. Ну, Табутаров любит сваливать на бок. Ну, Мунко, он как славится тем, что он чувствует спортсмена и может, ну, как сказать, предчувствовать, куда пойдет спортсмен и какую ногу... Разрешили разрушить захват. Ушли за ковер. И снова захват. Ну, ребята сильные. Видно по ним, что... Борцы напряжены. Видно, что оставили все силы в тех схватках и на пути к финалу не собираются делать каких-то лишних движений. А нет ощущения, что Табутаров спокойнее... Вот, смотрите. Вот он выдавливает из ковра вот... Да, даже не столько выдавливает, сколько тот задний ход. Да вот мне кажется, вот Мунко выдавливает, потому что он изначально взял не очень правильный захват, и чтобы перехватить, он выдавливает его за круг, чтобы вновь взять более удобный для себя захват. Потому что мне вот так показалось во время прошлого захвата, что вот не совсем он удачно схватил. Маленькие борцовские хитрости. Да. Но без них никуда. Андрей, вы это прекрасно понимаете. Иногда маленькие хитрости приводят большие пометы. Большим победам. Да, да, да. Ну, упорная схватка. Они борются на ковре номер А. Вторая пара. Это полуфинар. А этот молодой парень-то совсем не хочет обострять. Вот так вот. Опять вот так вот. Вытолкнул, вытолкнул. Вытолкнул за ковер. Что же... О, селингинские земляки. Цонголы. С одного района. Ну, они давно уже борются с друг другом. Прекрасно знают манеру, стиль друг друга. Так, это уже другая... Так, это уже другая, да. Да, да. Нам все-таки на первом ковре Табутарова, да смотри, вот там тем более обострения пошли. Вот он разворачивает. Вот эта вот манера Табутарова разворачивает. Вот если... И в бок сваливать. Да, и обратите внимание, при каких-то вот... И вот они наступают на ноги друг другу, блокируя ногу. И вот, и вот он подловил. Игновенный сброс, разворот вправо и бросок влево здесь сейчас. Ну что, очень красиво, очень эффектно. Ну класс есть класс, молодец. Подтверждение класса состоялось. Да, Монкоп подтвердил свой высокий статус и вышел в финал своей весовой категории. Вот он красается. Ну, танец Орла, танец победителя. Спокойно идет, спокойно направляется. Идет, он получит Амта. Ну, сначала танец Орла. Да, от Виктора Васильевича. Виктор Васильевич последние годы очень любит вот эту процедуру выдавания зладости борцам. Виктор Васильевич Баймеев, Аксакал, старейшина, один из первых мастеров спорта, один из первых борцов вольного. Да, легенда нашей борьбы. А сейчас мы беседуем с коммерческим директором медиа-центра ПМГ Еленой Дацко. Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, как зритель, поделитесь впечатлениями о турнире. Самое главное, хочется сказать огромное спасибо организаторам столь масштабного и яркого зрелища. Очень важно это для нашей республики и нашего города. Этот праздник приурочен 70-летию Великой Победы, Великой Отечественной войне. И он позволяет нам еще раз почтить память наших героев, которые защищали нашу землю. Сегодня очень волнительно было наблюдать за схватками юных борцов. И очень хочется, чтобы для них этот праздник стал одним из ярких впечатлений их детства и их спортивной жизни. От лица медиа-центра ПМГ хочется сказать и пожелать долгих лет турниру Бахабарилдан и новых побед. Елена Владимировна, впервые такой турнир проводится на площади Советов. Как вы считаете, зрителям нравится борьба на церкви? Да, конечно, видно то, что в течение дня зрители все прибывают и прибывают. Я думаю, к концу, к завершению, когда будут финальные схватки, будет очень много народу и все будут любоваться этим зрелищем. Вы за кого-то болеете? Может быть, знаете кого-то из представителей? Конечно же, я болею за борцов нашей республики. Особенно мне нравятся юные спортсмены. Очень красивые танцы Орла, которые исполняют все спортсмены. Да, совсем скоро мы узнаем имена финалистов и имена победителя абсолютного. Ну вот Иван Гармаев в черном трико. Нет, 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 вот он лицом к нам, лицом к нам, да. Да, вот с бордовым лампасом, да. Но опытный борец достаточно, хотя... Вот он о чем речь, столько обещал. Да. И как бы так все от него ожидали. И как-то вот тот... Он ярко начал свою спортивную карьеру и всегда вот он около призовых мест, либо третий, либо второй. Да, да, вот что... Всегда от него ожидается чего-то больше. То ли удачи нету, то ли фарт не идет, то ли что... А ведь во всех смыслах отличный парень, отличный борец. Ну вот тут упорная схватка идет. Проходом в ноги, стремительным проходом в ноги. Победу одерживает представитель Иволгинского досана Константин Салинов. И выходит в финал весовой категории. Упорная борьба. Аглом Шадасов будет на ростах за третье место. Ну вот мы видим, что Иван Гармаев... Пытается что-то придумать. Наблюдают за схваткой засулы внимательно, во избежание нарушения каких-то правил. Следят за действиями спортсменов. Ну такое ощущение, что спортсмены несколько замерли в преддверии чего-то, может быть, грандиозного. Засулы уже посматривают на секундомер, скоро будет перехват. Но хочется сказать, что вот в таких обоюдных захватах невероятно устают руки, запястья и пальцы спортсменов. Иногда их даже сводят. Потому что нагрузка, которая вот падает на конечности, невероятно высока. Постоянно в напряжении, постоянно то тянуть, то дергать. Иногда вот у спортсменов там на пальцах бывает мозоль, они их срывают. И иногда представляется такая картина, что все руки в крови. Но это все борьба, за это мы, наверное, ее любим, за бескомпромиссность, за порой где-то даже, может быть, пренебрежительное отношение к себе. Но это полуфеномен. Безусловно, красивая схватка, хоть и не столь она динамична. Но еще раз повторюсь, что это полуфинал, и одна ошибка может перечеркнуть все усилия, все старания борца. Юные зрители, будущие борцы, будущие чемпионы. Борцы устали, конечно, столько провести схваток. И выкладываются, конечно, по полной. Выкладываются по полной, ребята. К финальной схватке готовят весовой категории до 63 килограмм готовятся Константин Циренов и Мунко Табутаров. Их схватку мы обязательно покажем. А пока наблюдаем за полуфинальной схваткой, в частности за действиями Ивана Гармаева. Начинает схватку борцевой категории 63 килограмма за третье место. Поднять своего соперника не увенчалась успехом. Он пытается его расшатать, пытается его раздергать, тем самым несколько, наверное, отвлечь для проведения какого-то своего приема. Но соперник четко это чувствует и не позволяет каких-то вольностей Ивану. Его соперник, представитель Селезиденского района, красным шутоком, красным поясом, многоопытный гонщик Батмаев. Борются спортсмены. Скоро уже заканчивается время и будет перехват. Там уже спортсмен... Вот Иван пытается... Попытал... Вот он, вот он его раскачивает. Но силы, видимо, уже на исходе. И две попытки не увенчались... Не увенчались успехом. Также призеров-поведителем многих республиканских турниров Сухарбанов. Гонщик Батмаев! Изматывают друг друга борцы, но пока кому-то это существенных дивидендов не приносит. Вот закончилось время у борцов. Буквально несколько секунд на то, чтобы перевести дыхание и продолжить схватку. Мурко Табутаров, представитель Иволгинского района, Константин Циренов. Не выдерживает экипировка. Спортсмены вынуждены перевязаться. Диктор соревнований уже объявил о выходе на ковер финалистов весовой категории до 63 килограммов. Мурко Табутарова и Константина Циренова. Вот мы прождем, пока их здесь не видно. Но как они появятся, я думаю, мы покажем эту схватку. Вот Иван Гармаев попал на глубокий захват. Его соперник осуществляет глубокий захват. И посмотрим, что из этого выйдет. Может, все-таки опыт Ивана сыграет в его пользу. И он все-таки сможет извлечь. Большой успех для Агвана Шадапова, для молодого борца, который впервые вышел в малый финал такого большого турнира Бухабер-Лудан, 2015, который проводится... Вот он захват. Ну вот он захват, хлопок. Нет, нет, без хлопка. Спортсмены Рамска начинают. Иван жалуется на что-то за Сулу, но за Сулу не преклонен. Я не понимаю, к чему тут претензии за Сулу со стороны Ивана Гармаева, так как его соперник все делает в рамках правил. На мой взгляд, Иван сам не дает ему сделать нормальный захват. Ну вот, вроде все готово, за Сулу следит. Ну вот, за Сулу следит, но не дает, не дает, не дает Иван сделать, провести захват. Ну да, ну стоит сказать, уважаемые телезрители, что тут у них свои хитрости. Как хватать, правильно хватать, и как вести себя, что немаловажно, когда проводят захват твой соперник. Тут тоже есть свои тонкости, свои моменты, которые немаловажны на этом этапе. Вообще немаловажны в борьбе. Ну не получается у них схватить. Ну вот Иван вроде взял захват, теперь его соперник. Я напомню, что по хлопку, по спине, по спине спортсменов за Сулу, схватка продолжится. Ну а пока, пока захват. Иван жалуется, не дает, не дает, не дает. Ну вот, все, был дан флопок, и... Да, Иван не дает, и что его, предположим, соперник, выталкивает, выталкивает, цепляет ногу, цепляет ногу, и... Спорный, спорный, спорный. Спортсмены упали вдвоем. Такое ощущение, что Иван, соперник Ивана Гармаева, побежал исполнять победный танец, но, скорее всего, его вернут назад для... Выявили... Не, вот-вот-вот, как я и говорил, его возвращают назад. Потому что, на мой взгляд, вот как мне было видно с моей комментаторской кабиной, прием, в момент осуществления его приема, Иван Гармаев тоже проводил свой прием, и упали они одновременно. Так что там сложно сказать, кто стал победителем в этой схватке. Да. Да, вот тут главный судья соревнований сказал свое веское слово о том, что схватку надо продолжить. Да, вот Иван стоит, ждет своего соперника. Да, ну давайте пока переключимся на первый ковер. Там у нас борцы самого легкого веса среди мужчин. На первый ковер, вот они, да. Да, вот это борьба за третье место. Селенгейский район Агван Шадапов, гонщик Бадмаев, начинает борьбу на кушаках. Да, вот борьба на кушаках, и... Это красный в трусах, это гонщик Бадмаев, Агван... Фамилию забыл. Ну, ребята также хорошо друг друга знают, и вообще... Бурятии... Все борцы, мне кажется, друг друга знают, и уже сложно кому-то чем-то удивить, разве что где-то перехитрить. Ну, вот здесь мы видим, борцы уперлись плечами и головами друг к другу. А вот мы видим Иван Гармая, вот апеллирует, вот... Через видеоповтор, через видеоповтор, да, вот... Через видеоповтор. Споры, споры, к чему они приведут. Вот главный судья соревнований апеллирует. Все-таки главный судья соревнований настаивает на том, что произвести еще один захват, и так как это спорный момент, оба спортсмена проводили приемы и упали одновременно. Сейчас последует просмотр видео, в замедленном действии, и там уже будет видно, но... Иван Гармаев стоит в центре круга, его соперника мы здесь не видим. А вот он, да, Иван Гармаев стоит, ждет и призывает своего соперника продолжить схватку. Устал, пот льет градом, но, тем не менее, он готов продолжить схватку. А вот на первом ковре пара за третье место. Вот у них идет захват, засулы следят. Хочу сказать, что погода пока нас радует, каких-то неприятных моментов у нас не возникает. Вот. Все, засул дал команду, борьба началась. Ну, за третье место вряд ли спортсмены будут экономить здесь свои силы и постараются выложиться на полную, так как все-таки стать третьим призером, это, на мой взгляд, тоже почетно и престижно. Тем более, такого турнира, как первый межрегиональный турнир по Бухебарилдан на площади Советов города Улан-Удэ. Напомню, что прямую трансляцию ведут телеканал Тевиком и телекомпания Мир. Вот, опять начали. Борцы стоят. Также стоит рядом Иван Гармаев, ждет своего соперника. Пока тишина, пока ничего. Пока все без изменений. Вот вы тут не слышите, уважаемые телезрители, но за моей спиной я четко слышу, как зрители кричат, и призывают вернуться соперника Ивана Гармаева на ковер. Так как, действительно, на мой взгляд, даже нам здесь, с помощью нашего оборудования, не удалось четко уловить, кто победил. Так как два борца совершали два действия, оба шли. Один делал прием, второй делал контрприем и оба одинаково упали. Вот, вот. Вот показывает. Даже болельщики призывают спортсменов из-за сулов провести. Ну, а тут, как мне подсказывает редактор, режиссер нашей трансляции, коллеги готовы к интервью. Им слово. Наш собеседник, региональный представитель компании ЭНД РУС, Светлана Батуманкуева. Светлана Евгеньевна, за кого вы сегодня болеете? Конкретного фаворита на данном турнире у меня нет. Но лично мне было очень интересно наблюдать за схватками самых юных борцов. Я была искренне рада за мальчика из Волгинского района, который получил специальный приз. Я считаю, что данное мероприятие послужит толчком для дальнейшего развития национальной борьбы в республике. Само с интересом наблюдаю за схватками и ожидаю с нестерпением, кто же станет абсолютным победителем турнира. Да, давайте вместе действительно понаблюдаем, кто же он станет абсолютным победителем. И мы передаем слово нашим комментаторам, Андрею Данчину, Вуюбатуру Ламбаеву. Здравствуйте, дорогие жал. Представитель Курпканского района Болгоймарец Агман Шадапа. Иван Гармай по-прежнему ожидает вердикта Засулов. А давайте переключимся на первый ковер. А вот, да, мы видим жаркие споры. Вот, на первом ковре финальная схватка. Мунко Табутаров и его соперник, и его соперник Циренов Константин. Вот, о Мунко мы уже говорили. Весовая категория 63 килограмма. Вот, до 63 килограмма. Вот, схватка началась. Хотелось бы сказать несколько слов о Константине Циренове. Он представитель Баргузинского района. Является призером и Тегиловских игр, чемпионом республиканского Сурхарбана в легком весе. Также он один из лидеров этой весовой категории. Вот, несмотря на некий недостаток своей физической формы, он компенсирует ее вязкой и тягучей борьбой. Он является достаточно высоким для борца этого вида, этой весовой категории. И тем самым является не очень... Он не очень удобен для своих спортсменов, имея длинные руки. У него излюбленный прием. Захват рукой пояса соперника с последующими мощными рывками. После сбивает соперника захватом ноги. Ну вот, они вот борются, пока убегают друг от друга, но... Ну, еще не будем забывать, что Константин Цирин очень любит проводить проходы в ноги. Да, и так... Что как бы и рискованно, и не присуще для Бухебарилдана, для национальной борьбы. Но, тем не менее, это одна из его, так сказать, фишек. Быстро, быстро любит бороться быстро и быстро побеждать. Также он и рукопашкой занимался, и выиграл... По-моему, в рукопашке он даже выиграл вооруженку России. Поэтому это очень даже немалый титул, что сами знаете. Ну, а такая разносторонняя подготовка. То есть, чистый Борелдашин Табутаров, он вправе ожидать серьезного соперничества. Да, ну вот как в одном из своих интервью говорил Константин, борьба помогает ему в рукопашном бое... В рукопашном бое, а рукопашный бой где-то помогает ему. В борьбе. Ну, это он так говорил. Да. В Борелдане рукой и ногой не ударишь. Да, но где-то на мой своих... Вот смотрите, вот смотрите, засхватил он. Вот то, о чем вы говорили. О чем говорил нам Батроламбас. Смотрите, вот захватил пояс и втягивает Табутаров очень. Сейчас он будет его дергать. Да, Табутаров. Вот так хоть и пытался подсечку сделать боковую, которая даже больше на футбольный какой-то прием походил. Ну, Табутаров эффектно успешно ушел. Успешно ушел от этого обострения. Очень уверен в себе. Очень убедителен Мунко Табутаров. Очень уверен. Послушаем. Да, дважды. Дважды выигрывал Тегиловский. Ну, вот мы видим, что борцы стоят. Мунко и Константин ждут какие-то... Ну, это финал. Это финал. И... После финалов в легком и среднем весе состоится абсолютное первенство. Но не факт, что борцы легкого стиля будут заявляться на абсолютное первенство. Поэтому звездный час, так сказать, этих борцов здесь и сейчас. И они не намерены оставлять силы и беречься как-то. Мунко это прекрасно понимает и не дает ему этого сделать. Вот они передвинули к самому краю ковра. Засулы призывают их пройти в центр. Да, ну, борьба, на мой взгляд, все равно для финала достаточно зрелищна, достаточно красива. И держит напряжение, по крайней мере, всех собравшихся зрителей. А их здесь без малого несколько сотен. Ну, наблюдаем. Вот, Мунко попытался пройти, схватить за поезд. Константин. Вот он схватил, вот он схватил. Схватил. Такое ощущение, что Мунко свободно дает ему. Свободно дает ему. Вот, вот и режет дистанцию, дергает его к себе. Табутаров, Мунко. Вот он. Вот, вот, вот и они вышли. Да, но Мунко этим самым спас, мне кажется, себя. Потому что у Константина, мне кажется, захват был более выгоднее. Мунко как-то и поувереннее себя чувствует вообще-то. Вы видели, какой красивый план был? Какие тучи прекрасные проплывают. Как на картинах импрессионистов. Ну что, Константин Циренов? Жилистый, крепкий, мужественный парень. Что покажешь нам сегодня? Рукопашник. Что покажет нам Мунко Табутаров? Двукратный победитель Тегиловских игр. Вообще уверенный парень, а согласитесь, батарея. Да, вот я сколько видел его борьбу, никогда не видел, чтобы он как-то неуверенно ее вел. Уверенность ощущается даже в каждом его действии. Да, сама манера приятная. Вот он, вот он захват этот, самбиско-рукопашный захват. А что у него там, кстати, с кушаком допускается, да, такое? Все, 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 за ногу взял. Вот он любит, вот видите, проход в ноги. Вот он любит, вот он любит проходы в ноги. Вот, ох, какой быстрый Мунко Табутаров. Какой быстрый Мунко Табутаров. Вообще эффектная, да, такая динамичная борьба. Вот опять этот красивый план, уважаемые телезрители, одну секундочку, буквально обратите внимание на тучи над городом встали. Как красиво. Ну, на мой взгляд, это самый интересный пока финал, даже несмотря на то, что Цибик Максаров с Зориком достойная пара. Но вот этот финал он более держит в напряжении, мне кажется, по своей динамике, по своему характеру борьбы. Засул перекусывает. Это уже картинка состоит. И вот, смотрите, и вот Мунко взял ногу Константина. Нет, нет, нет. И время закончилось. Не отдал. Время закончилось. Закончилось основное время. Судья у нас Сергей... Иссаулов, если меня не понимают. Судья у нас Сергей Иссаулов, один из заслуг. Мунко Табутаров, Константин Сиренов, уверяйтесь. Ну, достойная борьба. Да. Да, да, да. Два авантюрных, очень рискованных прохода в ноги. Проход в ноги в Барилдане всегда чреват тем, что сам можешь чиркнуть там рукой или коленом. Вот Константин, вот только что вот было видно, как Константин сетует засунем на то, что у Мунко Табутарова пояс не жестко завязан. Вот мы и говорили, а допустимо ли такое? Ну, коль скоро он дважды, трижды вытягивал так далеко пояс и засулы молчали, значит, допускается правило. Видимо, да, но вот Константин активно апеллирует и просит, чтобы Мунко Табутаров более жестко завязал свой пояс. Засулы рядом, все хорошо видят. Засулы молчат. Ну, коль скоро не останавливают схватку и не давали команды перезавязать Кушак, значит, допускается правило. Хотя, конечно, было ощущение, что как бы оттягивается Кушак. Да, вот смотрите, засулы молчат и засулы молчат и, видимо, оставляют пояс Мунко в таком же положении, каким он был до этого. Но посмотрим сейчас, что будет. Ну, значит, допускается. Что не запрещено, то разрешено, да? Да, 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 допускается. Так, активный захват у Табутарова. Нет, по-моему, у Циренова, по-моему, у Константина. Активный захват. Такой кроссинг в руках, трудно определить. Сейчас посмотрим повнимательнее. Да, ну, уже удар по спинам был, спортсмены стоят и выжидают друг друга. Игра нервов. Игра нервов. Ну, Мунко какой холоднокровный парень-то, а? Ну, складывается ощущение, что Мунко, в принципе, уверен в себе и четко знает, четко ведет схватку. А второй-то засул не Виталий? Да, и вот его поднимают. Нет, не удается. Подхват, подхват. И отпустил захват. Кто распустил захват? Это Табутаров Мунко и теперь у Константина Циренова шанс, так как глубокий захват. Ну, все, глубокий захват. Ну, да, как говорил наш специалист. Ну, такое ощущение, что Михаил Львович Домбиев, он щедрый такой человек, 60-70%, наверное, 80-90% активный захват. Ну, вот здесь из всех захватов, которые были активные, именно... А вот один-то засул Сергея Саулова, а второй не Виталий или засул Ивахимов? Да, вот можно нам на второй, можно нас переключить к судейскому столику, где проходит просмотр. А, сейчас... Да, там уже 10 минут, по-моему. То есть, без активного захвата, без глубокого захвата обойдется? Нет, 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 я вот говорю про вторую схватку, где Иван Гармайев стоит в центре. Вот, 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 смотрите, вот там активно, да, там видеоповтор смотрят. Да, 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 да. Кто, когда, кого уронил. А тут борцы ждут решения, вот посмотрят видеоповтор. Все, вот Владимир Актинов, главный судья соревнований. Да, и вот вердикт можно... Как нас поправил, как нас поправил Михаил Домбиев, что главный судья Владимир Актинов. Ну, что решили, уважаемые засулы? Вот, пришел Ширетуй Дагбалама. Дитхомбалама. Ага, Ширетуй Ивалдинского Датсана. Все, решение принято. Что решение? Итак, что приняли? Можно на общий план? Сейчас кого куда ставят, давайте на второй ковер повернемся. Ко второму ковру вернемся, посмотрим. Дитхомбалама, Дагбалама, Дагбачирам, тоже злоток, и, наверное, диктальный судья... На первом ковре дают Константину Сиренову глубокий захват, а на втором ковре... Аранзайм Алексеем вопрос решится будет только в справедливой борьбе. Аранзайм Алексей, продолжайся на ковер. Я не понял, что будет дополнительное время? Да, это будет дополнительное время. Вот это Монгол? Ну, видимо. А, почему? Это же Иван Гармаев. А вот, да, это Иван Гармаев. Иван Гармаев ожидает Монгола, да? По всей видимости. А здесь мы видим активный захват. Нет, это не Нема Сосурыч. Нет. Второй засул. Ну вот... Ну вот, берут... Ой, то есть не Виталий Сосурыч, извините, уважите. Вот, 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 оторвал. Уперся. Оторвал Мунко. Ну, падай сам. Падай сам, и он упадет с тобой вместе. Ну, видите, вот все мышцы напряжены. Ну, скручивание и на бокал. Вправо, вправо скручивание и бросок. Все, готово. И все. Эй, эх. Ну, как говорил Михаил Дамбиф, это 70-80% успеха. Он говорил 60-70%. 60-70%. А мы сами 80-90% стоим. Вот он, уроженец Баргузинского района. Как долго, как долго висел, как долго висел на глубоком захвате Мункота Бутаров. Сейчас, уважаемые телезрители, нас с вами ожидает беседа с нашим прославленным, знаменитым атлетом всех времен Борисом Будаевым, заслуженным мастером спорта СССР. Слушаем, смотрим. Мене хажода Буху Барилдағар дилхен чемпион, Олаңудын Хундыты Ирхытын, Расин Габияты тренер Борис Дугданович Будаев. Та нығымжай болғы тұқай, юнгы хубеніпті. Мене хажода Буху Барилдағар дилхен чемпион, Олаңудын Хундыты Ирхытын, Расин Габияты тренер Борис Дугданович Будаев. Бұл Будаевесп겼ены Монгелей, Монголын Ту Бұрыс Ту-бан. Монголын Четinely вңы джекUA жастегу бастазан, Мону-тұрдын ирне адам – қы Köш那 тысячи хиалы тұқай. Продолжение следует... 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 Это не спортивное поведение. Со стороны Артема Роднаева, да? Здравствуйте, Артем. Артем Роднаев, представитель Бурятии, спиной сейчас к нам. Это Артем Роднаев, представитель Бурятии. Алтангарл, это монгольский, да, представитель Монголии? Вот несколько слов. Сложно комбинированных шорт. Вот приносит свои извинения, несколько в палец, несколько... Немножко небольшая путаница. Да, путаница произошла, так как несколько картинок у нас была нечеткой. И вот Артем Роднаев, он представитель Курумканского района, имеет звание на Агне Абарга, двукратный чемпион Тегиловских игр, чемпион республиканского Сурхарбана, чемпион Алтарганы 2012. Касаемо физических данных, обладает очень мощной спиной. И вот, вот, вот мы смотрим, вот он. Нет, вот он, вот он, монгол прошел в ногу. Монгол, дерз. Ну, сейчас не отпустит, не должен отпустить. Обоюдный захват ноги, ну, вот это да! Вот это зрелище! И монгол выигрывает. Ну, теперь нашему надо вести себя достойно. Теперь наш должен просто повести себя достойно. Ни в коем случае он проиграл в чистую. Он засула за ковром. Засула, говорят, да, что активное действие было за трибуны, негодуют. Да, наши болельщики свистят. Конечно, монгол выиграл в чистую. Что-то, как можно отменять эту победу. Ну, монгольский борец согласился. Могу сказал, ладно, хорошо, поборемся еще. Ну, посмотрите, какой эффектный был взаимный захват ноги. Молодец, Артем. Вроде казалось бы, что сейчас он будет повержен, но нет. Схватил ногу своего соперника и достойно обменялись любезностями. Взаимный захват ног. Просто очень красиво. Это все было эстетически зрелищно, но такое ощущение, что монгол вообще-то выиграл. У вас нет такого ощущения? Как-то вот не знаю. Конечно, я должен быть непредвзятым, но все-таки мне кажется, что в данной ситуации засулы поступили именно так, как надо, как того приписывают правила. Хотя, с той стороны, конечно, да, если бы ковер был бы больше, тогда монгол бы выиграл. Да, все. Чуть-чуть не хватило ковра. А монголы же борются без ковра. Они же борются на земле, поэтому у них чувства, так сказать, пространственного нету. Борись пока не остановят. А тут наши, то все-таки к ковру более привычные. Что опять там? Апелляция какая-то. Сергей Исаул говорит, борись. Второй засул говорит, все нормально. Ну и касаемо Артема Роднаеву... Опять задний ход. Так, чем он там прославился? Так, у него... Он очень хорошо выполняет броски через бедро, и на сегодняшний день, наверное, в республике никто так, как он, с такой амплитудой. Так красиво броски не выполняет. Ну вот теперь же явно заковериваешься. Бедрит, да? Да, он бедрит. И также он хорош в стойке, резкими руками. Он соперник... Чтобы взять бедро-то... На бедро взять, это голову надо взять. Ну, конечно. А тут кто позволит голову-то захватить? Ну да, соперник Монгол, серьезный соперник. Не то пальто, что называется. Да. Никто тут не пустит тебя на бедро. Так, а что он там делает? Любит стойки. А, стойки? Так как сейчас вопрос интересует, кто себя покажет стойки. Да, но вот касаемо Артема, так как Монголы мы знаем мало, в стойке Артем, да, вот резким рыбком руки соперника, с одновременным скручиванием вокруг оси, заставляет своего соперника касаться земли. Да, скручивание, захватывание, сложное техническое действие. Да, но вот мы даже можем посмотреть. Умелый парень. На физическое состояние Артема, нет ни жира, такой весь атлетичный. Он недавно отслужил в армии, рассказывал, что испытывал очень большие нагрузки. 20 лет ему? Да. В каких войсках проходил службу? В ВДВ. В Десанты? Да, и он недавно сдавал на Акраповый берет. О, а кто его видел? Баира в кадре. Ну, тут многие, вот, Абармид Безьяев, Батор Базаров. Да, да, да. Все наши лучшие борцы. Так, ну что тут на краю ковра происходит? Что еще мы знаем? Да, вот, служа ВДВ, он сдавал на Акраповый берет, был хорошо подготовлен. Сейчас тренеры отмечают его мощный прогресс именно в развитии физическом, вот, после службы. И в его арсенале много приемов именно с приложением именно физического усилия. Вот такими вот легкими швунгами пытался, ну, скажем так, запугать, что ли. Алтан Грыл, да, Монголы зовут? Да, вот видите, как борцы настолько активно поролят, что время прилетело вообще незаметно. Ну, все, захват. Монголы в захвате не сильны. Давайте будем помнить. О, активный захват Монголу дает. Ну, паря, держись, десантник. Краповый берет. Вообще хороший сложен, да? Мускулатура, рост, плечевые, плечевой пояс. Узок в талии, крепок, смотрите. В ногах крепок. Вообще почти идеальная, да, фигура борцовская? Спина широкая какая, тяга будет сильная. Да, атлет, атлет. По-другому и не скажешь. Идеально слажен. Все при нем пропорциональный парень. Так, ну, держись, бурят. Ай-я, борьба. Ну, рукшак. Вот он, внутренняя подсечка. Да, внутренняя подсечка. И еще в другую сторону ведет. Все левой ногой, все изнутри. Ну, смотри-ка. Главное сейчас не распустить Артему захват. Так как если последует расцепление захвата, то тогда уже Монгол пойдет в глубокий захват. И там уже и придется сложнее. Ну, там уже все. Шансов нет. Ну, шансы есть всегда. А дважды, дважды, смотрите, как активно атаковал, да? Хорошо начал. О, портится погода. Поднимается ветер. А впереди еще абсолютное первенство. Монголы опять апеллируют. Ушли за ковер. Не распускают. Одну руку не отпускают. Вторую разрешается. Пирченов Владимир пришел. Главный судья. Призывает. Что-то там из-за ковра советуют. Монгольскому баку. Да, ему следует то, что он отпустил захват во время того, как засулы толкали их в центр. Он отпустил захват, хотя по правилам этого нельзя, но он об этом не знал. И засулы пошли ему навстречу и оставили право за ним. А у монголов нет этого правила борьбы на кушатах. Да, но сейчас вроде мы объяснили. Ну ладно, ничего страшного. Можно простить гостю. А монгол-то, смотрите, тоже какой крепыш. Борец достойный финал. Да, что называется мышца, как это принято на борцов с лунгами. И мышца у него достаточно накачанная. И ноги, видите, мощные. Но он плотный, такой невысокий, плотно сложенный. Хорошо будет стоять на ногах. Хотя монголы в стойке на ногах все хорошо стоят, да? Все хорошо борются. Но то они и монголы. Ну что, тяжело, ребята, устали. Надо бороться, Артем. Вся бурятия на тебя смотрит. Хотя, если немножко слукавить, можно одну и отдать медаль гостям. Ушибка мы не гостеприимны. Но в спорте, к сожалению, такие аргументы не действуют. Побеждает сильнейший. Очень напряженный момент. Драматичный. Все выжидают ошибки. Да, но после такого резкого, дерзкого, динамичного начала борцы как-то подуспокоились и уже не ведут столь открытую борьбу. Ошибку, ошибку ждут. И все-таки вот эти вот кроссовки, вот это вот все адидасовские, рибаковские. Асиксовские. Да, вот эти раскраски, логотипы, что ли. Все-таки как-то грустно становится. Хотелось бы все-таки гутулы. Как красиво было бы, если бы два борца были в шудоках и в национальных гутулах. Это прямо, вот именно это, мне кажется, помимо самой борьбы, придает такой колорит турниру, колорит самим борцам. Вот мы видим рибу, и как монголы красиво выходят. Вот этот монгол, пожалуй, исключение. Там у себя в Монголе, когда они выходят на национальные экипировки, как это все красочно. Это же часть сознания, часть мировоззрения. Как нам пообещал Михаил Домбиев, что в течение года, полутора лет у нас этот вопрос, наверное, решится. И мы уже не увидим ни Рибаков, ни Асиксов, ни Найков на турнирах по национальной борьбе. Все будет в национальном колорите и с национальной изюминкой, наверное. Будем дожидаться вот такого вот роста самосознания национального. Конечно, естественно, кто бы спорил. Только так и должно быть, совершенно справедливо. Но многое зависит от Михаила Домбиева, от его авторитета, от его настойчивости. Одно время, когда началось возрождение Борелдана, когда запретили на Сурхарбанах бороться в трико вольной борьбы, ну, как сказать, спортивной борьбы, скажем так, не вольной, а спортивной борьбы, запретили бороться. Как-то все сколыхнулось. И очень недолгое время, год или полтора-два, было видно, что борются только в гутулах. А потом как-то это постепенно, потихоньку, полигонику, и вроде стали. В одном месте дали послабление, в другом, и пошло-поехало. Так не должно быть. Хочешь бороться, ищи гутулы. Шей, покупай, бери в Монголию, где угодно. Но выходи, изволь выходить, как положено. Ну, а у нас вот потихоньку, полиги, опять вышло. Ну, вот это вот, это же сродни футболу, получается. В футбол же никто в кирзовых сапогах играть не выходит, правильно? И тут тоже должно быть такое же правило. Борешься гутулы, борешься шодок, борешься пояс, шавка. Ну, встали, все. Что такое? Время? Пять минут уже прошло, что ли? Ой, у Монгола руки режет непривычно. Не привык, смотрите, непривык. Да, он требует, чтобы Артем поменял кушак. Говорит, твой кушак мне режет пальцы. Прямо жалуется. Хотелось бы, конечно, посмотреть на его ладонь, но это вряд ли возможно. Вот он идет, апеллирует. Кушаку требования до начала соревнований. Все кушаки проверяются. И коль скоро Борис выпущен в таком кушаке, значит он соответствует. Да, показывает. Да, и идет. Кушак режет руку. Ну, хотелось бы взглянуть на руку монгольского атлета. А в целом суде кушак Артем Роднаева священ тонкий, обрезается. А Артем? Стальная вещь, и куша, и куша, и куша. А между тем у нас потихоньку начинается, накрапывает дождь. Вот и подтвердил нам это Батус Адаич Даши Намжилов. Да, вот мы видим, Артем одевает новый, одевает другой кушак, уже, наверное, более плотный. У монгола, скорее, после этого, наверное, у монгола не будет никаких претензий к атрибуту, к этому атрибуту. Ну, не знаю, но монгол активно жаловался. Получается, что мы оказались неправы, значит, кушак действительно, из-за Сулы согласились с этим. Опять зребий. Монгол побежал смотреть монетку. Монгола везет. Это что, глубокий захват, что ли? Нет. А, активный захват, кажется. А, глупо. Не понятно. Не совсем понятно. Глубокий, глубокий реактивный. Довольный этой борьбой в кушах среди людей. Низерейный взлетает на долю былбольцев. А, активный захват. Да, вот мы видим. Можно назад? Да, это... А, активный захват. Артём сетует. Артём сетует. Артём сетует на то, что покрытие было скользким и не отпускает монголы. Монголы опять лучшие свои. Ну, вот, видимо, всё-таки... Кто, что ему не притудил победу? Видимо, всё-таки дождь не пошёл на пользу нашему спортсмену. А кто там коснулся первым? Коснулся первым. Нога поехала у Артёма, и Артём сетует на то, что покрытие стало мокрым от дождя. Ну, а как... Для всех мокрый? Да, для всех мокрый, и монгол победил. Но я всё равно считаю, что Артём повёл себя достойно, и не стал убегать, не стал драться. Так, а он не прошёл под рукой у победителя. Он обязан был пройти. Ну, ладно. Ну, это амбиции. Монгол выспорил. Правило есть правило. Мы только что сетовали на то, что монгол вёл себя не спортивно. А теперь, когда наш выиграет, мы говорим, мы пытаемся его оправдать. Нет, так дело не... Сильнее, сильнее эти красивые облака с картинок компрессионистов принесли нам дождь. Что-то будет на... Абсолютном... Абсолютно во время абсолютного... В первенство во время абсолютной борьбы что-то произойдёт. Вот, видите, камера нам показывает капли дождя на камере. Что же будет-то? Продолжат бороться абсолютку на мокром ковре. А мокрый ковёр – это не мокрая трава. Ну, посмотрим, сколько вообще борцов заявилось, изъявило участие принять в абсолютном первенстве. А по регламенту не восемь ли человек от каждого веса участвует. Превышается Утангарю, Тургаве и Аслан Беликтуев. Все партии в одинаковое положение. Арсан Беликтуев? Арсан Беликтуев? Это сейчас будет финал. А за третье место будет Гармаев и Роднаев бороться? Иван Гармаев. Сейчас секунду Беликтуев. Не, ну а как... Простите, сейчас же это всё в карте. Коток превратится. Все спортсмены в одинаковых условиях. Что можно сказать? Здесь уже будет не столько играть роль мастерства, сколько, так сказать, кто кого столкнёт. Ну, Батус Адамич, по-моему, правильно сейчас говорит. Все в одинаковом положении. Отдельно, ни для кого площадки не предусмотрены. Ну, посмотрите, видите, как прокатился. Так, а что за третье место? Что мы видим? Что мы видим за третье место? Кто это? Вот это сейчас кто? Да, вот Алтан Гэрел и его соперник, наш земляк. Сейчас мы узнаем. Так это что, за первое место, что ли, борьба? Да, это финал. Ну, насколько я помню, во время открытия Читинского Датсана на Читинском ипподроме, в финале абсолютного первенства встречались Цибик Максаров и Зорик... Зорикто Дагбаев, по-моему, или Зорик Доржиев. Тогда был вообще ливень, и ребята просто боролись. Их не видно было с 20 метров, настолько сильный ливень был. Но сейчас, конечно, там была трава, там была земля, здесь у нас маты, но совершенно другое покрытие, чрезвычайно скользко, но все, повторюсь, все борцы в одинаковых условиях. В каком-то 90-м году также выиграл в проливной дождь выиграл в сельские игры Батар Циренов, когда действительно стеной просто шел дождь и завершались, абсолютно первенство сельских игр завершалось, вот подожди, но еще раз совершенно правильно говорит Батар Ламбаев, что трава, земляное покрытие, а здесь же синтетика, посмотрите, это же каток, а не фигурное катание. Прошу прощения, я вот Зорик Жамбалов, да, вот тогда вот на открытии Читинского Датсана в финале абсолютного первенства боролся с Цибиком Максаровым. Вот, и тогда вот они боролись под проливной дождь, там был ливень. Ну, здесь пока не так, но тем не менее площадка достаточно скользкая, и вот мы смотрим на поединок двух борцов. Резко тут никто двигаться, на мой взгляд, не будет, так как это чревато какими-то последствиями. Главное, чтобы все обошлось без травм. Главное, чтобы все обошлось без травм. Ну вот, началось уже абсолютное первенство, вызываются первые пары борцов. Вот на первом ковре, можно на первый ковер, пожалуйста, вот там будет интересная схватка, выходит Зорик Цириндандопов и Константин Циренов. Вот они исполняют танец Орла. Вот они исполняют танец Орла. Краткое приветствие. Вот мы видим, как скользит Константин Циренов. Очень, очень скользко. Вот, но здесь уже Зорик, Зорик-то уже приступил к активным действиям. Константин убегает. Ну посмотрим. Может кому-то эта погода принесет удачу, а кому-то нет. Дождь тем временем усиливается, и некоторые зрители прячутся под зонтами, но большинство не взяли с собой зонты, придется мокнуть. Ну вот, Зорик продолжает гонять Константина Циренова, Константин не особо упорствует. Да, Зорик действует первым номером, что и, наверное, следовало ожидать. Он борец опытный, борец потяжелее. Но здесь тоже резкие действия, конечно, вот этот дождь ограничивает. Не хочется, конечно, верить, что дождь повлияет как-то на исход борьбы, но, тем не менее, это не стоит этого исключать. А вот выходит уже победитель супертяж Цибик Максара. Вот он. Вот он у вас крупным планом готовится, и вот его оппонент. В два раза меньше его. Это нам жил Цидинжапов, земляк Цибика Максара, представитель Агинского бурятского округа. В два раза меньше Цибика. Но посмотрим, чем завершится это противостояние. Посмотрим, посмотрим. Ну вот у нас Зорикто с Константином. А вот Цибик с Намжилом Цидинжаповым. Ну вот мы можем видеть, вот сравните, какой маленький Намжил и Цибик. Между тем, уважаемые телезрители, в ходе прямой трансляции телекомпании ТВ-ком и телекомпании Мир Бурятия в прямом эфире, в прямой трансляции с площади Советов, сильно, произошло Сильное усиление, сильное усиление, как правильно и неправильно сказано. Усилился дождь, проливной становится, стоит стеной. Вы сами видите, какие лужи образовались на ковре. И сейчас это у нас получается фигурное катание в бухе Барилдане, да. Попробуем так пошутить, насколько успешно или не успешно. Все поединки абсолютно переноса, как мы сами всегда помним и знаем, начинаются со схваток тяжей с малышами. Шансов мало. Вот на ковре, на втором ковре Цибик Максаров ломает Намжила Цединжапова. А на третьем ковре... Мункот Табутаров борется. На третьем. Вот. Ренчин Санжиев. Ренчин Санжиев борется. Давайте досмотрим. Ренчина Санжиева мы видим хорошо, а вот... Складку Намжила Цединжапова и Цибика Максаров. Давайте досмотрим. Это интересно. Потому что Намжил является одним из самых перспективных борцов молодого поколения именно в национальной борьбе. Вот посмотрим, что он сможет противопоставить своему более грозному конкуренту в лице Цибика Максарова. Цибик Максаров не торопится форсировать события. Цибик Максаров не торопится форсировать события. И пока происходит начало абсолютного переноса, пока малыши борются с тяжелым... Вот, смотрите, как аккуратно положил Цибик Максаров своего оппонента легкого. Мы с вами послушаем еще одно интервью наших коллег. Викторович Хартаев. Мене хажо да бурят оның кыбылы бәженға генеральный директор, ины кімжайя болғын генералны түткікші Валерий Викторович Хартаев. Та ины кімжайя болғы да ямырсы тілттегер ерепті. Мене хажо да бурят оның күбылы бәженға генералны түткікші Валерий Викторович Хартаев. Мене хан даң, спасибо за интервью. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. 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 Это вот тактика. Назад назад. Нападай. Приглашает к борьбе. Да. Со второго номера, что называется. Казалось бы, он никогда не отступал. Вот только вот эту дочь мешает провести коронный призыв. На нынешнем турнире почти все схватки провел. Задний ход, зацеп. Да. Задний ход, зацеп. Он ногами здорово работает. А сейчас зацеп ногами очень будет опасно. Потому что делая зацеп, одна нога отрывается, а полный упор делается на толчковую ногу. Дошло до Кушаков, и у Зарикто пассивный, нет, активный захват Узарикто. Он должен взять, да, как считаете? Должен, должен. Я так думаю. Но парень-то и соперник-то как бы не очень-то рвется. Здесь только, видите, скользко. Как монголы сейчас, как устраивали спектакли, скажем так. А наш как-то вот сейчас оппонент Зарикто не очень-то и настаивает. А если дождя не было бы, сейчас Сырин Донбов сразу подтянул. Вот сейчас, видите, хотел подтянуть, и испугался, что он сам поскользнется сам. Кстати, дождь прекратился, все равно все мокрое. Но хорошо хоть дождь вроде перестал, как будто бы. Вот он танец ног. Да. И вот, самый главный, контакт с ковром никак нельзя так терять. Вот, видите? Вот он дернул на себя. Вот здесь каждое движение должно быть точным. Точно, точно. Время закончилось. Время тут очень страшное. И не буду решать, кто возьмет, а вы не захватили все люди. Опять в центр ковра. В центр. Пять минут. Опять осторожно. А что скажете по поводу недостаточной экипировки? Совсем не все в шудоках. Борцовки, кроссовки, кеды. Одно время ведь сказали, гутал и все. А сейчас гутулов нет. Вот тут, опять, смотрите. Вот он, своя внутренняя подсечка. Вот это наша беда. Если уж мы решили по-бурятски бороться вон так, так, ага. И обязательно атрибут шапки, шудок, ага. Вот, шапка. Даже взрослый в шапках. Малгай. Малгай. Вот. И, конечно, правило соревнования в бурятском время надо менять, а. А пассивность надо придумать и давать борожение. Как вольный. Как вольный. И еще вот так бегают, бегают по коверам. И приятно смотреть. Да, дождь еще потихоньку, видимо, крапает. Да, чуть-чуть маленькие дождинки падают. Ковер-то мокрый, уже все, ничего не сделаешь. Опа. Ну, что за рикто? Не дает никак сапер. Да, да, да. Сам не борюсь и тебе не дам. А так за рикто давно бы сделал бы зацепку. А салатом директору его. Подкрадывается, да. Пройдется. Вот, вот хорошая была позиция. Вот опять пытается зацепить. Рискует. Ой, его больно. Ну, пнул. Зацепил. Ага. Не подсечка была, а этот удар. Футбол. Да, да. Венок. 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 Опа. Венок. 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 К appeared. Победитель этой пары выходит на Цибика Максарова, то есть в полуфинал Потому что Ренчин Санжиев только что выиграл свой полуфинал и вышел в финал и ждет своих соперников Так что эта борьба у нас за выход в полуфинал и цена ошибки невероятно высока А Цибик уже вышел в полуфинал? Цибик, да, он уже в полуфинале и ждет победителя этой пары Только что отборолся, да? Потому что мы так увлеклись Да, это осталось за кадром у нас За Риктоц Риндандо, потому что как бы выпал у нас Вот так вот Коснулся же? Нет, нет Не коснулся? Вы смотрите, как он стоял на ныне Это молодец парень, кто такой-то? Как мы не можем выяснить, кто такой? Молодец парень, поддается Вот координация А вот кого-нибудь из молодых борцов вы могли бы назвать, кто вот уже в ближайшем времени сможет оказать достойный соперник для наших именитых борцов того же Цибика, Ринчина и за Риктоц В тяжелом весе? Да, в тяжелом весе На Балданце же было Да, на Балдана я надеюсь Он может со временем быть Сурхарман выиграл Вот смотрите, обвив Есть, упал тот первым А тот пошел на прием-то За Риктоц контр-атаковал Не, не подскользнулся, а что-то не заметил Пока Нет, тот атаковал, делал обвив внутренний А за Рикто ушел и уронил Ох, сейчас бы Виктор Васильевич награждал вам-то Мы видели, как мы награждали Сам он хорошо выиграл Ну, полуфинальная схватка начинается Уже главный диктор соревнований вызывает Зориктоц, Риндодопов и Цибика Максарова Не успел отдохнуть Зорик Да, вот они прелести, что называется, абсолютного первенства Да, кому прелести Но вот в этой паре, как вы считаете, что станет решающим фактором выявления победителя? Вес, вес Ну, они уже встречались в полуфинале за выход В финал весе, да? Я предпочтение сейчас даю Цибику Максару Потому что вес, он опытный, устойчив Он личное движение будет делать Вот они, красавцы Вот они вышли Танец Орла традиционный Сейчас будет Ну, если в этой ситуации Риндодопов выиграет Это будет вообще Это будет некая сенсация Да, да, сенсация Опытнейшие морцы, вольники Какой тяжелый Он килограмм на 30 больше Вот какой будет схватка, как вы думаете? Ну, схватка будет такая вялая Никто не будет атаковать Себик тоже не будет атаковать Выжидательная позиция будет Ну, они, наверное, будут ждать какой-то ошибки, да? Да, скорее всего, это до Кушака дойдет Я так не знаю Вот сейчас, вот видите, они будут так стоять Никто не будет Они хорошо знают друг друга манеры борьбы И поэтому такая будет веская схватка, да? Да, уважаемые телезрители Мы продолжаем наблюдать за полуфинальной схваткой абсолютного первенства Здесь Зарикто Цириндандопов, уроженец Селенгинского района И уроженец Агинского округа Цибик Максаров В очередной раз сошлись Они, напомню, встречались в финале В своей весовой категории Тогда Цибику удалось Одолеть Зорика Вот у Зорика Своего рода шанс реабилитироваться Взять реванш Да Да, и здесь, как нам сообщают Коллеги уже готовы к интервью Им слово С нами чемпион весовой категории до 63 килограммов Константин Циренов Он представитель команды Бургузинского района Как нам известно Он один из представителей крупной династии борцов Константин, расскажи, пожалуйста Это первая твоя победа на таких крупных турнирах Вот именно по бурятской национальной борьбе? Нет, я выигрывал А вторым становился на Красной площади два раза Вот с Мункота Бутаром В Москве, да? Да, в Москве на Красной площади Ну, тогда два раза я ему проиграл Но сейчас удача на моем стороне была Ты хорошо подошел к этому турниру? Как себя оценивал? Ну да, сейчас готовимся Сейчас самое крупное соревнование будет Сейчас эти Чигиловские игры 17 числа Там все готовятся Сегодня с кем ты встречался? Сколько ты провел вообще встреч сегодня, да? Чтобы выйти в финал и одержать победу? И с кем? Кто самый сложный был соперник сегодня? Ну, я не считал сколько там Ну, примерно пять встреч было Ну, в финале Самая трудная такая схватка была Какую тактику ты избрал для финала? И как тебе удалось одержать победу? Ну, с ним на кошаках С ним наравне боремся И удача на моем стороне была Я взял выше Кому ты посвящаешь свою победу на этом турнире? Посвящаю своим родителям Членов твоей семьи сейчас действующие борцы Назови их имена и кто они У нас в семье борются четверо борцов Борец Сиренов Двукратных членовских игр Чемпион Но он сейчас не борется И Батер Сиренов Майя спорта международного класса Чемпион мира по ветеранам Жаргума Сиренова Чемпионка мира по студентам Чемпионка России Многократная чемпионка Яргинских игр Поздравляем тебя с победой от всей души Желаем тебе крепкого здоровья Так держать Спасибо за интервью Спасибо Передаем слово нашим комментаторам Андрею Дончинову и Батеру Ламбаеву Уважаемые телезрители Вот закончилось интервью Мы продолжаем наблюдать полуфинальную схватку Между Зарикто Цирендандоповым и Цибиком Аксаром Пока все без изменений Оба борца абсолютного первенства Правильно меня поправляет мой коллега Андрей Дончинов Вот Ну пока все без изменений Борцы больше ходят Присматриваются друг к другу Никаких активных действий мы не видим Всему этому наверное не только Уровень полуфинала Но и мокрая площадка Несколько Нам это и обещал Виктор Васильевич пойми Что такая будет борьба И Виктор Васильевич поближе В нашей комментаторской кабине И помогает нам в комментариях Вот этого полуфинала Да ну напомню что в финале Победитель этой пары Уже ждет Ринчин Санжиев Который хочет Наверняка реабилитироваться За неудачное выступление В своей весовой категории Напомню он там Проиграл в полуфинале Цибику Аксарову И стал Третьим призером Кстати а вы Баттер наверняка помните Что вы предрекали Что когда Ринчин Санжиев Проигрывает В своем весе То он выигрывает В абсолютном перец Помните ваш прогноз Да да я его Помню потому что Я как бы сам Наблюдаю за борцами Постоянно стараюсь И вот такая какая то Закономерность есть Потому что ну мне кажется Вот я думаю Наш эксперт Меня Подтвердит мое мнение О том что Спортсмену который Раньше был Несколько легче Да бывает То есть силы остались Да 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 конечно Чем меньше схваток Дил Те силы Сохраняются Ну вот мы видим Здесь уже Обоюдный захват Основное время Кончилось Активный захват Узариктоцерин Как вы считаете Здесь получится Что то Зорика Очень трудно Если Ковер сухой был Зорик мог Опять идти на зацеп Здесь рисковать Я думаю Он не будет Вот только что Нам сообщил Судья инфармадов 82 килограмма Узарик И у Уважаемые телезрители На этом я вынужден Прерваться На телеканале ТВКОМ Трансляция закончится Имя победителя Вы Абсолютного первенства Вы узнаете В понедельник В программе Новости дня Эфир на телеканале Мир Продолжит мой коллега Андрей Дончинов Всего вам доброго И до новых встреч Итак Уважаемые телезрители Мы попрощались С телекомпанией ТВКОМ И продолжаем Вещание На канале Мир Бурятия Мы с вами Видим Как Произошел Захват Завершение Основного времени В схватке Полуфинальной Схватке Между Цибиком Максаровым Между Цибиком Максаровым Зариктоцериндандоповым Зариктоцериндандопов Получил активный Захват Только что Мы же с вами Сказали о том Что разница В весе Порядка 40 килограммов И в центре Ковра Великан Цибик Максаров Не подпускает К себе Зариктоцериндандопов Зариктоцериндандопов Потихонечку Выдавливает Цибика С ковра И нам Помогает В этой Трансляции В этом Комментарии Виктор Васильевич Баймиев Виктор Васильевич Вам слово Дело в том Что Когда Дандопов Взял свой Захват Если бы дождя Не было Он сразу Пошел бы На зацеп И активно Действие Стал бы Предпринимать А сейчас Он Опять Очень осторожно Чает А что такое Почему А Вышли Закаял Снова Захват Да Понятно Не сможет Да Зорик Кто Поднять Такую Огромную Массу Лифт Не работает Да Возраст Возраст Зорик Устает Помимо Мышечной Усталости Еще и Психологическая Усталость Так Еще не Разрешили Бороться Гуда Полез То же Самое Виктор Васильевич Мы видим Зорик Выдавливает Шаг за Шагом Уходит Что это Означает Каждый Шаг Очень опасно Чтобы не Поскользнуться Но Для проведения Приема Это Грозит Каждому Поражение Здесь Кто-то Если Подскользнется Кто Конечно Проиграет Это Будет Досадно Если Подскользнется Где-то Вмешалось Не Борцов Не Спортивный Хотя Понятно Все В одинаковых Условиях Хочется Видеть Собственно Борьбу А не Фигурное Катание Каждый Хочет Выиграть Казалось бы У Максар При таких Габаритах Он Отступает И Опять Это Причина Дождь Мокрота Кто Более За Золиктос Ревнатопова Ромка Да Кто Более За Сибик Максарова Одинаково Поделились Шансы 50 На 50 Виктор Васильевич Как Считаете Дойдет ли Дело До Глубокого Захвата Уже Почти Три Минуты Висят На Кушаках Ребят Если Вот Так Будет Продолжаться Поединок Она Туда Идет Как Считаете Произойдут Изменения В глубоком Захвате Любой Может Выиграть Кто Возьмел Глубокый Захват Кто И Выиграет Вичин Санжеев Не Замерз Мышца Забьется По Холлу Зорик Вот Пытался Уже За Ковром Устал Зорик Почему Распустили Захват Допускается Правила Выход За ковер Кто Незаметно Кто Из них Распустил Захват Скорее всего Максаров Максаров Распустил Не так ли Быстро Абсолютно Это Он еще Не вышел В финал Он спрашивает Мене Зрителей Зрители За Зрек Кто Проголосовали Ой Какая Тяжелая Трудная Вязкая Борьба Никакого Результата Мы Не Видим Итак Активный Захват Глубокий Захват Да Кому Мечут Жеребник Зрителей Кому Упав Зрителей Зрителей Глубокий Путин Зрителей Значит Зорик Кто Однак Смеется Засул Да Зорику Отдали Активный Глубокий Захват Но Поднять Такую Массу Лифт Заработает Не заработает Как считаете Я думаю Заработает Такую Массу Как подойти Сейчас Посмотрим Как будет Только что Без перерыва Он отборолся А у Цибика Это было Время Отдохнуть Правосторонние Сойки Сейчас Максаров Стоит Как у него Будет работать Правая нога От этого Будет зависеть Правая нога У Зорика Нет У Максарова А Зорик Всегда Ведь с левой ноги Начинает борьбу И что Захват Что Зацеп Все время Левой ногой Проводит Сейчас Левая нога У Зорика Должна быть Максаров Не дал Видите Зайти сбоку Он же должен Не дает Не дает Он Блокирует Левую руку Зорика Голова неправильная Сейчас голову Надо убирать Володя Пришел Пильчинов Главный судья Ну как так Он же сбоку Должен Стать За Риктос Риндандопов А он его Не запускает За Сулу Что стоят Смотрят Главный судья Здесь Остановить Перезахватиться Максаров Захват Не дает Главный судья Нашего турнира Мастер спорта СССР Владимир Васильевич Пельчин Здесь Надо предупреждение Максарова Давать Он не дает Захват Почему Сусудья Не Такую Пассивность Проявляют Главный судья Главный судья Главный судья Вот видите Максарова Главный судья Главный судья Главный судья Не дает Одного Может сняться За такое поведение Правилах у нас Сбоку Вот Вот Делают Замечания Наконец-то Там из Саулов Сергей Да Один А нет Ну да Из Саулов Один Засул А второй Кто Единое правило Если не дает Значит предупреждение Надо давать Он вроде Пытается Кто засул Это Цибик не хочет Запускать Сбоку Сбоку Он нет Чисто в стойке Сбоку Ну вот Вроде бы Что-то Похоже На глубокий Захват Сейчас он опять Доварится Опять Повис Опять Перевел Его сюда На прямую Стойку Сейчас Саулов Захват Распустит Не Ну надо же Остановить Как считаете Конечно Остановить Делать Предупреждение Что Пильченов Куда смотрит Главный Судья Маскар Не дает Захват Ну Нарушение Правил Пильченов Карточку Ему Вот В том Ты Делай Главный Судья У нас В целом Полномочия Имеет И Подсаживаться Снять Соревнование По отношению Того Вокра Который Не Хочет Добрать Добрать Не Добрать Не Добрать Не Добрать Захват Сделать Ну Это Совсем Уже Никто Зарик Отдвив Внутренний Внутренний Каким Ноги Мацарова Как колонна Даже не Пожевелилась Нога Конечно Не Дает Конечно Совсем Право Завик Топ Виктор Васильевич Вы как Согласны Сто Процент Согласны Не Не Дает По Новый Захват Возьмите Борелтан Предусматривает Замечание Предупреждение Снятие С турнира Предусматривает За такое Поведение Конечно Отдать Надо захват Потом Уже Сопротивляется Защищается Может Видите Это Уже Не Борьба Что-то Там Что-то Там Кричат Агинские Представители Агинского Ну Нет 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 Захвата Чистого Нет Чистого Захвата Глубокого Дети Кричат За Никто Ну Нет Нет Захвата Глубокого И Судьи Ничего Не Могут Сделать Максаров Не Дает И Все Захват Захвата У нас Совершенства Правила Нет Правила Предупреждения Я Хамылами Всегда Говорю За Пассивность Надо Третье Предупреждение Давать Какой Какой Это Глубокий Что Вы Делаете Ничего Не Могут Судьи С ним Сделать Снять Надо Конечно Второе Замечание Да Сделал Второе Предупреждение Это Что Жест Означает Владимир Питчен Главное Судья Делаете Все Бросит Ну Дай Захват Конечно Спортивно Себя Ведите Объявил Нет Второй Предупреждение Нет Еще Сейчас Он Должен Так Прямо Стоять Так нет Зорик Не может Сбоку Зорик Шах И он Тоже Разворачивается Ну Где Это Который Глубокий Захват Да Все Все Уже Себяк Сейчас Уже Сто процент Себяк Выиграл Потому Что Зорик Разорвал Захват Сейчас Преимущество Боксеров Явно Ну Он Как бы Сказать Выспарил Он Что Так Сказать И Когда Даже Дали Борьбу Там Не Был Чистого Глубокого Захвата Сейчас Сейчас Уже Все Сейчас Себяк Такой Масок Куда Оденешься Ну Как-то Че-то Чистоты Нету А Себяк Уже Так Сказать Такое Ощущение Что Засулы Пошли На поводу Масок Сорова Теперь Зарик Той Начал Капризничать Зарик Той Стоит Стоит Прямо Видите Не Наваливается Смечал Какой Живот Огромный Стало Целит Ну 120 Килл 120 Сейчас Левый Рукой Подтянет Вот Он Должен Был Стоять Как Далек Кто Стоит Так И Должен Был Оксана Стоять Далек Сейчас Тоже Чуть Стоит Стоит Прямо Стоит Оторвался Поднимается Сырик Максаров И Замечка Согласитесь Все-таки Очень Спорно Что Сырик Максаров Долго Не давал И Последний Раз Не было Чистого Глубокого Замечка Куда Там Смотрели Судьи А теперь Уже Представителем Закаменского Ну что ж Мы Благодарим Виктора Васильевича Баймеева За участие В нашей Трансляции И Сейчас Мы С вами Уважаемые Зрители Станем Свидетелями Завершающей Схватки Нынешнего Турнира Между Цибиком Максаровым И Ренчином Санжиром Спасибо Виктор Васильевич За участие Участник После Церемонии Награждения Победителей Участников Нас с вами Еще ожидает До финальной Схватки До финальной Схватки Нас с вами Ожидает Еще Церемония Награждения Церемония Награждения Мужчин По весовым Категориям А потом Мы с вами Стоим Свидетелями Завершающий Венчающий Все это Мероприятие Все это Соревнование Весь этот Турнир Схватки Между Цибиком Максаровым И И Цибиком Максаровым Ну а Сейчас Наши Коллеги Будут Проводить Интервью С Победителем С победителем Ну им слово Мене хажода Далын Табын килограмм Шыгноурта Чемпион Арселын Буліктоев Арселын Шиханы Хепши Ми Аргаты Нютғэ Хорумханы Емғэ Аргаты Нютғ Турамбе Ши Унины Барилданды Бош Барилдхыда Хойдихи класан Барилдайбе Накса Тяйбат Аргаты Нютғда Барилдайбе Шестой Мен буху Барилдандыр Барилдхыда Хойрмінгі Наймонго Барилдайбе Шы 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 Ніғырбылышні Барилдашығу? Меніғырбыла Мы же нахсынодом неху борелы. Муно волкоды буйку борелдандры гансарау борелы. Игы нуку борелдаши нахсынодом неху борелдаши. Муно жи хыр борелдавша? Муно жи шыр борелдавша. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за интервью! Завершилось интервью наших коллег с победителями и мы с вами являемся свидетелями награждения весовой категории до 75 кг. Судья-комментатор объявил имена победителей. Происходит награждение по весовым категориям. Итак, поздравляем победителей в категории мужчины до 63 кг. Приглашаются победители в категории мужчины до 75 кг. Награждение самое легкое до 63 кг. Сейчас 75 кг до 75 кг средневеса. А Юрий Балханов, главный врач медицинского центра Диамет, награждается. И также здесь награждение ведется в регламенте в режиме с первого по восьмое место. Занявшие вплоть до восьмого места, они награждаются также денежными призами. Совершенно замечательное явление, которое может только приветствоваться. Вот мы видим диалог между главой республики Бурятия и Вячеслав Многовицын. О чем-то оживленно беседует. Зидхамбол Амой, Ширэтуэм, Иволгинского Датсана, Дагбал Амой. Что там они решают, какие примут, как примут усовершенствование. Второе место занял Беликтоев Арсалан, Курумканский район. Первое место в категории мужчины до 75 кг завоевал Гармаев Саян, Курумканский район. Вот представитель Курумканского района Гармаев Саян стал чемпионом в этой весовой категории. Мы его поздравляем, присоединяем, убеждены, что и вы, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к этому поздравлению и радуетесь за Саяна и Гармаева. Весовая категория до 75 кг. Вот совсем молодой руководитель диаметра центра. После этого будет награждение тяжей свыше 75 кг и до бесконечности. Верхнего потолка, напоминаем, нет. А мы с вами продолжаем отслеживать события на первом межрегиональном турнире по национальной борьбе Бухе-Барилдам, организованном по инициативе правительства, лично главы Республики Бурятия Вячеслава Наговицына и Хамбол Амы, традиционной Санхи России, Дамбы Аюшеева. Трансляция ведется на канале телекомпании «Мир Бурятия». Прошел дождь, мокрое покрытие ковров, и нас с вами после церемонии награждения в весовых категориях ожидает завершающая схватка турнира, финал в абсолютной весовой категории, в абсолютном перечестве, в которой будут сражаться ринчин Санжиев. Санжиев проводит генеральный директор издательского дома «Инфорболис» Кадаева-Сынова. Представитель Горной Закамны и... Восьмое место и денежный приз вручается Циреново-Батару, Баргузинский район. Седьмое место и денежный приз вручается Антагарово-Парадию, Тунгинский район. Также с первого по восьмое всех отметили, не так уж у нас много тяжей в этой республике. Ветераны присутствуют на турнире. Впервые проводятся подобные состязания на главной площади столицы республики. Вот какие красивые девушки держат награды, призы победителям. Закаминский район. Второе место от Сариндандопова-Зарикто-Серенгинский район. Первое место... Ринчин Санжиев на третьем месте подиума. На втором Зарикто-Серенгиндопов. И на вершине подиума, на вершине пьедестала почета, Цибик Максаров, гигант, великан. И вот сейчас им предстоит после этого награждения сразиться с Ринчином Санжиевым. О, Владимир, Володя, ой, Батор Церенов, Саилма Дагаева, директор издательского дома «Информполис». Награждает великанов, гигантов, что-то там оживленность не обсуждает. Батор Церенов, ветеран, волевой человек, немало поборовшийся и в вольной, и в национальной борьбе, немало выигравшим в своем веку. Очень приятно нам видеть нашего коллегу, замечательного человека, прекрасную женщину Саилму Дагаеву, Саилму Буяртуевну. Вот, молодцы, ребята, поздравления победителям. Ну, Саилма, пришла пора медалей. Цибик Максаров снимает шляпу перед прекрасной дамой и опять ее одевает. Шляпу имеется в виду, бейсболку свою. За Риктоцерин Дандопов обнажает голову серебряная медаль и поздравления от Саилмы Дагаевой. На верхней ступени пьедестала почета великан-гигант, победитель всего, чего можно, только Бухэ Барилдани, Цибик Максаров. На этом их гамбургский счет с Ричином Санджиевым не завершены. Это два самых крупных, два самых больших участника нынешнего соревнования. А, да-да-да, специальные призы с самым мудрым борцом признаны. Борис Аюшеев признан самым мудрым борцом турнира. Ожидают его на центральной сцене этого турнира. Поздравляют. Это очень приятно. Такое отношение с ветераном. Ну, такой спецприз, он впервые вручается. Это ноу-хау этого турнира. Нам надо, конечно, только радоваться. Елена Дацко, рекламное агентство БМЖ. За самую короткую шестисекундную схватку. Яруновский парень, представитель Озерной Иравны, приглашается Жамсуев-Баир, Иравнырский район. За победу в шестисекундной схватке. Ну, забавно, что такие вот призы специально учреждены. Это приятно, это новшество. Ноу-хау. Под флагом золотого сайомба, флага республики Бурятия, собрались зрители. Паиру вручается денежный приз 5 тысяч рублей. Напоминаем, самая короткая схватка, которая длилась 6 секунд. Даже Кушака не снял. За 6 секунд Елена Дацко вручила руководитель рекламного агентства БМЖ. Начинаем абсолютное первенство. Итак, финальная схватка. На ковер приглашаются... В рамках абсолютного чемпиона Винчин Санжиев, Закаминск. Приглашается... Цибик Максаров, Забайкальский края. Забайкальского края. Цибик Максаров, представитель республики Бурятия, Закаминского района. Приглашается... За абсолютное первенство юноши Дамдаков Аюр, Жамсоев Баин. Не совсем понятно. Иравнинский рев. Не совсем понятно. Абсолютных юношей, что ли, вызывает. А мы-то считаем, что завершающая схватка, а тут еще... Дамдаков Аюр представляет... Смотреть как... Бухаршевирский район республики Бурятия. Ну что ж, на то и сюрпризы прямого эфира. Все предусмотреть невозможно. Возвращение абсолютного чемпиона среди юношей сегодняшнего турнира праздника Бухабериндан. Юноши сошлись в абсолютном первенстве. Бухаршибирец Аюр. Бухаршевский район республики Баир Жамсоев. Баир Жамсоев и равнинец Баир Жамсоев и Улан Удениц, что ли, получается? Оба юноши 1998 года рождения. Ну вот, юноши, не самые тяжелые юноши, вышли в финал абсолютного первенства. Мы видели здесь юноши куда тяжелее и на пьедестале, и во время состязания. Ну, такой спортивный принцип. Победили и в финал вышли самые достойные, самые сильные парни. И мы сами помним и видим, что не просто скользкое покрытие, а прямо все в лужах. И это значительно осложняет борьбу. Ну, значительно осложняет, значительно осложняет борьбу. Дандыков Аюр. Победитель. Среди юношей 65 килограммов. Да, до 65 килограммов одержал Аюр. Представитель Октябрьского района. Улан Удениц. Так, ну кто есть кто, нам не объявляет судья. Его соперник, представитель Иравнинского района Баир Жамсуев, в сегодняшнем турнире занял второе место весовой категории свыше 65 килограммов. Ну вот, видимо, более крупный в красном кушаке, это все-таки Иравнинский парень свыше 65 килограммов, а вот это Баир Жамсуев. А вот, который полегче, поменьше в синем кушаке, в синей обвязке, это представитель Аюр Дандыков. Это Улан Удениц, Октябрьский район, Завудинский парень, представитель Завуды, скажем так, ну, в официальном наименовании Октябрьского района, столицы Бурятии. Голову пытается захватить Иравнинский парень. Красным поясом в черных спортивных трусах это Баир Жамсуев. Да, как мы с вами уже успели определить, Баир Жамсуев и Иравнинский парень, более тяжелый, в красном вязке, а вот у него так уша как раз и тонковат. А вот Дандыков, Улан Удениц, из Октябрьского района. Да, велика, цена ошибки возросла стократно, стократно, все скользкое, все неработающее. Опасность, очень велика опасность. Подскользнуться, все, пять минут, а, у юноши три минуты регламент. Вот завершилось основное время безрезультатно, побегали друг за другом, покружили, ничего не взяли. Дандыкову, Улан Уденицу достается активный захват. Гигант из Яравны, здоровенный парень. 98-го года, это сколько он получает, 19 лет? 98-го года. Начинает схватку. Ох, отрывает, как тяжелый. Раз, и молодец, молодец мальчишка. Маленький, легкий Улан Удениц. А, и сам подскальзывается, падает, подскальзывается. Ну, поздравь победителя парень из Яравны. Молодец, достойно себя повел. Вот это здорово. Ну, это была чистая победа с активного, с активного захвата. Молодец парень. Наши поздравления Аюру Дандакову, поклонение знамени, тугу, получение сладкого приза, одаривание зрителей болельщиков. Все ловят. Это большая удача поймать сладость от победителя. Вот мы увидим. Ну что ж, парень молодец, ничего не скажешь. Внимательно, почти без эмоций следят. Ну, мы с вами видим, даже по выражению лиц, что это все представители борцовского цеха. Все это безусловно настоящие борцы. Награждатель абсолютного победителя в юношеском зачете будет Закаменский мясокомбинат. Настяна приглашается глава республики Бурятия. Вот Зарикто. Председатель правительства республики Бурятия Вячеслав Владимирович Наговицын. Дитхамбалама буддийской традиционной санки России. Дагва Ачиров. Вот Зарикто. Тагачиев, наш известный певец и шоумен, пригласил главных учредителей приза. Главу республики Бурятия, председателя правительства республики Бурятия Вячеслава Наговицына. Идитхамбаламу, шеретуя Иволгинского дацана Дагбаламу Ачирова. Уважаемые дамы и господицы, университет поддержки. Специальный приз вручает генеральный спонсор. Вот президент полковой республики. Вот Дитхамбаламу вручается время 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей, пояс победителя. Ну что, для юноши 15 тысяч рублей. Пояс чемпионов. Наверное, это не так уж и мало. Наверное, это не самая маленькая сумма для 17-18-летнего юноши. А ведь он победил очень упорный схват победителем. Победил соперника, который намного превосходил его физически. И на ногу тяжелее был крупнее. Конечно, молодец. Это очень достойная победа. Молодец парень. А вот, где Закаменский мясокомбинат, вручает овцу барана. Вручает, как принято говорить в бурятских амахах, барана. Такое специальное народное ударение. Хотя, конечно же, правильно будет говорить барана. Но вот в районах республики принято говорить барана. 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Это кто вручил, я прослушал. Паранин Григорьевич. Паранин Григорьевич. Подарок от местного производителя мясных полупабрикатов «Холлплюс». 100 самых сочных и вкусных бус. Сертификат вручает генеральный директор издательства группа. Мы задарили парня. И 100 бус, и валуха, и 15 тысяч, 25 тысяч пояс и медаль. Ну, молодец парень. Вот Саилма Байртуина, правильно, элегантный мужчина. Баир Викторович приземлился сейчас в Улан-Удэ. И поэтому этот приз будет вручен в ближайшее время нашему победителю. Давайте еще раз поприветствуем и поздравим. Баир Викторович, наверное, даже не знает о том, что он будет вручать этот приз. Ну что же, земляки, проводим аплодисментами. Начинается соревнование за растворение абсолютного чемпиона среди мужчин. Господа комментаторы, вам слово. Ну вот и столь долго ожидаемое нами с вами, уважаемые телезрители, за звание абсолютного чемпиона схватка, главная центральная схватка соревнований в 2015 столице нашей республики Городи и Городи и Городи на центральной площади. Винчин Санжиев, горная закамна. Представитель республики Бурятия, закаминского района, что-то будет. Оба амбициозны, оба опытны. За плечами обоих гигантских, выигранных разнообразных турниров, оба достойны звания аварийского края, оба примерно равны по весу, по фактуре. И оба знают себе цену. Это будет увлекательное зрелище. Поболеем, уважаемые телезрители, поклонники, любители, профессионалы национальной борьбы Бухэ Барилдан. Темнеет над городом, пасмурная погода, прекратился дождь, но покрытие мокрое, и не просто мокрое, а лужи, лужи на покрышке ковра. Вот они, гиганты, вот они, богатыри, выбегают на центр ковра, и начинается исполнение танца «Орла». Центральный ковер турнира «Танец Орла». Как хорошо, что они у нас стали столь обычным явлением, и что так быстро наши борелдашины, наши борцы, наши батары, герои, научились так быстро комментировать, так быстро научились исполнять его. Еще не так давно, казалось бы, каких-то 10-15 лет даже речи об этом шло, а сейчас без этого не проводятся. Цибик Максаров слева от нас, в светлых шортах, в темных шортах, да, с голубым шудаком, с голубым, извините, кушаком. Вот он, спор глаз, превосходство психологического давления. Сейчас есть возможность у Ренчина Санжиева повторить годы своего молодого земляка. Ренчин Санжиев. Тогда заканно будет... Ренчин Санжиев любит очень оказывать психологическое давление на своего соперника, нависать над ним, как бы подчеркнуто, пренебрежительно относиться. Но с Цибиком Максаровым такие трюки, такие приемы не проходят. Цибик Максаров знает себе цену и знает об этом, конечно же, и Ренчин Санжиев. Прекрасный этот вечер, несмотря на дождь, на ветра. Мы все вместе, когда... Вот происходит захват в центре ковра. Свободно отдают друг другу кисти рук, свободно отдают голову Цибик. Не боятся друг друга, нисколько. Вот нам напоминает Батос Адаич о том, что оба они не просто боролись на Красной площади, оба в Москве выигрывали турниры. Всероссийские турниры по национальным видам борьбы народов России. И вот сейчас они сошли. Продолжение, ума, таланта, смелости и, конечно, великой спальности народу нашей республики. Да здравствует город Улан-Удэ! Да здравствует город Улан-Удэ! Спасибо! Мой лучший, солнечный город мира! Да, 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 совершенно верно, Батос Адаич. Полностью мы с вами согласны. Этот город самый лучший, лучший на земле. Мы полностью с вами согласны. Батос Адаич Дашин Амжилов, наш прославленный в бытность свою борец, наш знаменитый комментатор, судья-информатор. Ну вот медленная, вязкая борьба. Никто не рискует на скользком покрытии. Оба никто не боится захвата на кушаках. Но! Есть одно маленькое но. Мы с вами должны помнить, что предстоящие, предыдущие схватки, полуфинале, Зарикто Цриндандоповым, при наличии глубокого захвата со стороны Цриндандопова, Цыпик Максаров так и не дал произвести его в полном понимании этого слова. Настолько, что даже ни поддержка болельщиков, ни требования судей-информаторов, ни настойчивость засулов не смогли поколебать. И Зарик Цриндандопов так и не смог произвести полный глубокий захват в борьбе с Цыпиком Максаровым. Должен об этом памятовать и Ренчин Санжиев. Опыта обоим не занимать, и, что называется, их учить, только портить. А теперь уже Цыпик демонстрирует свое пренебрежение, взяв на вооружение оружие Ренчина Санжиева. Потихоньку крадется, и малыми шагами Ренчин Санжиев включает задний ход, отходит. Ну, эта тактика Ренчина известна. Отдал, отдал, а потом провел захват, бросок, зацеп, подцеп и так далее. Причем вот этот тяж Ренчин Санжиев, вот он именно славится тем, известен тем, что техническое действие победное он проводит так быстро и эффективно, что даже не всегда успевает зритель увидеть этот момент. Момент проведения этого технического действия, приема этого. Вот как борются, а и кисти отдают рук, и не боятся друг друга абсолютно. Голову сначала Цыпик Максаров отдал голову, теперь Ренчин Санжиев отдал голову, не боятся друг друга. И всячески это демонстрирует. Казалось, совсем недавно еще сам Ренчин Санжиев был юношей, а вот, пожалуйста, уже зрелый боец, опытный, опытный рубака, победитель всего, чего возможно и невозможно. Вот застыли борьба, война глаз, война психологического превосходства, и оба демонстрируют свое бесстрашие и пренебрежение к сопернику. Ренчин Санжиев Ну вот, завершилось основное время схватки. Наш редакторат активно поддерживает нас в проведении. Вот пять минут времени основного истекло, обоюдный захват, активный захват достался Ренчину Санжиеву. Большое расстояние выбрали борцы для борьбы на захвате на кушаках. Ренчин Санжиев пытается тянуть Цибика Максарова на себя. Цибик Максаров как будто бы поддался на это действие. Ну тут вмешиваются засулы, интенсивно выводят борцов на середину ковра. Здесь уже, конечно, все изменилось. Все, опять Владимир Пильчинов главный, судья соревнований вышел, сделал какое-то замечание. О, посмотрите-ка, у Цибика Максарова-то и кушак не довязан. Сильно висит впереди, засулы как бы это не судят, это не смотрят. Не упираться лбами в плечи, а они продолжают именно это и делать. Ни засулы их не могут остановить, ни судя информатора. Зрите, оба уперлись лбом в плечо друг к другу. Кому придется носить, конечно, сегодня мы выясним. Да, можно было делать тотализатор, делать ставки. Никто не решится спрогнозировать результаты этой борьбы. Никто не решится объявить вот так смело и уверенно победителя. Закаменский парень. Вот поднимают засулы головы, а они все равно продолжают. Смотрите, Венчин Санжи что-то сказал тебе. Выгодок-то, не выгодок-то. Стоят в захвате на кушаках, если дело дойдет до глубокого захвата. Разорвал руку. Цыпик Максаров разорвал захват. В полуфинале цыпик Максаров не дал провести полный глубокий захват. Зариктоцерин Дондопову и сейчас, отпустив кушак, отдал право глубокого захвата Ренчину Санжи. И сейчас наверняка, вот, какую-то врачебную помощь отдают. Нос, что ли, на родине, в Закаменском районе, в Северной Куртага. Встреча с правотечением, что ли, на Саваменском районе, откуда-то. Вроде бы контактов не было. Особых контактов не было. Вот пришлось и врачам поработать. Республиканского врачебно-фискультурного диспансера. Неплохой оружай. Ну вот сейчас опять будет. Цыпик сейчас все сделает для того, чтобы не дать... Республики Бурятия. Глубокого захвата Ренчину Санжи. Видите? Опять начинается. Присаживается. Присаживается, отстраняется. Ой-ой-ой, какая мокрая покрышка ковра. Сплошные лужи. На лодках можно плавать. Ну вот видите, видите, вот уходит и уходит то, о чем говорил. А Виктор Васильевич Баймеев в схватке между. И почему не сделали тогда Максарову второе предупреждение? Непонятно. Вот знает об этом и Цыпик, знает об этом и Ренчин Санжи. Напомним, Ренчин Санжи в темных шортах. Имеет право активного, глубокого захвата. За кушак-то взял, а сбоку не разрешает, не позволяет ему зайти Цыпик Максарову. Все, главный судья дал. Боритесь. Разорвал захват. Ну что? Что решит главный судья? Что решит главный судья? Что, повторный что ли активный захват? Глубокий захват? Ну вот мы видим, повторно дали возможность глубокого захвата. Ренчин Санжи... Ой, что случилось? Теперь уже Цыпик Максаров имеет право глубокого захвата. Но ведь захват как будто бы разорвал. Цыпик Максаров теперь уже Санжиев не дает перевестись в глубокий захват. Нет, но если Цыпик Максаров возьмет глубокий захват, это все, что называется, дело сделано. Ренчин уже не устоит против глубокого захвата Цыпика Максарова. С его-то огромным опытом, этого агинского парня-богатыря, обладателя гаража жигулей выигранных. Атар, овец, стат, коров и табунов, лошадей, которые он выиграл на самых различных турнирах по Борелдану. Ну, Ренчин тоже выигрывал немало. Но Цыпик рекордсмен по выигранным жигулям. Вот-вот-вот, засулы сталкивают. И главный судья там Сергей из Саулов нервничает. Не дают права. Опять. Замечаем, предупреждение сделал. Что неужели не дадут добороться. Неужели все завершится техническим поражением. Цыпик, возьмите захваты, дайте другим возможность взять захват. Не боритесь. Как мужчины. Вот-вот-вот. Цыпик что-то объясняет. Цыпик, Ренчин, Санжиев что-то объясняет. Цыпик Максарова. А активный-то захват у Санжиева остается. Ну, вот это, ну, что это за некрасивое такое поведение. Всеми силами подсаживаться, отодвигаться, наваливаться всей массой тела, чтобы не дать активного глубокого захвата. Ну, это такая тактика. Ну, кто его знает, кто его изобрел. Из-за Сулу дали возможность бороться. Не может поднять. Ренчин. А-а-а! Победа Санжиева! Уронил гиганта из Аги. Уронил его на спину. Вот оно, это техническое действие, которое всегда неуловимо проводит Ренчин Санжиев. Что он сделал сейчас? Подножка, толчок, нырок. Что он произвел? Ну, что, что, что? Ну, что, Цыпик Максаров. Поздравь победителя. Вот так. Со светлым лицом. Первым поздравь. Вот оно, братание в центре ковра. И это очень, это очень и очень приятно. Но, Цыпик Максаров, ну, Ренчин Санжиев, танец победителя. Поклонение флагу, поклонение тугу, получение. Поклонись флагу. Поклонился флагу. Молодец. Принял. Принял. Сладкое вознаграждение. О, дети уже бегут все получить приз из рук, из рук абсолютного чемпиона. Вот дети, ребятишки, подбегают. Это большая честь получить маленькую конфетку из рук абсолютного победителя. Глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия, Вячеслав Владимирович Наговицын. Вот сертификат на 80 тысяч рублей за абсолютное первенство. Кроме того, будут произведены специальные призы награждения. 80 тысяч рублей. Увенчивается поясом абсолютного победителя с сертификатом на 80 тысяч рублей. Сейчас еще последует целая серия награждений специальных призов от спонсоров турнира. Конечно же, закаменские земляки поздравят своего знаний. Молодец, Ренчина. Видите, ну какое провел он сейчас техническое действие? Как это назвать? Молодец парень. Вот еще одна победа. Вот еще один приз в копилке Ренчина Санжиева, который, ну получается, выиграл все, все значимые турниры, какие только возможно. Да, такого приза. Ну и ходак. Ходак. Вот время специальных призов. Увала трехкратный абсолютный чемпион Сухарбана 89-го, 99-го и 2000-х годов Сергей Миронович Пашинский. Да, Пашинский. Сергей Миронович выигрывал. Трижды выигрывал Сухарбан. Два года подряд это мы помним. Ну получается, два. Сергей Миронович, сам тяж, очень даже неплохой был в свое время и по вольной борьбе, и по Борелдану выигрывал. Ну и сейчас мы с вами видим, в хорошей спортивной форме. Компината Куклина Евгения Олеговича специальный приз абсолютного чемпиона Сухарбана. Вот он, как выглядит пояс чемпиона по Борелдану. Что за Каменский? За Каменский тоже дарят овцу, барана, валуха. Еще раз повторимся, как говорят в районах Бурятии, барана. Хотя, конечно же, называется правильно барана. Доволен, доволен Ренчин Санжиев. Как мы с вами видим, сбылось предсказание комментатора телеканала ТВКОМ Батара Ламбаева, который утверждал, что если Ренчин Санжиев проигрывает в весе, то он, как правило, выигрывает в абсолютном пересе. Так и случилось. Ну что ж, квалификация нашего коллеги Батара Ламбаева подтвердилась, Батара Ламбаева, извините, подтвердилась в очередной раз. Ну, молодец. Молодец Батара Ламбаева. А еще больше молодец, конечно же, Ренчин Санжиев, конечно же. Мы приглашаем Цибика Максарова, которому вручается специальный приз от мэра города Улан-Удэ. 50 тысяч рублей. Ну что ж, 50 тысяч рублей Цибику Максарова, финалисту абсолютного переноса, это справедливое вознаграждение. Александр Голков выходит, появляется на подиуме богатырь в Сия-Агинске, Цибик Максаров. Получает сертификат. Ура, ура! Мы полностью присоединяемся. Вот богатыри, богатыри бурятского Борилдана, лучшие борцы. Ну, это справедливо. Это самые крупные, самые сильные парни, участвовавшие в нынешнем турнире. И вообще, молодцы парни. Винчин, поздравляем тебя с большой победой. Скажи, для тебя было важно одержать победу именно на этом турнире? Ну, конечно, одержать победу на любом турнире важно. Но этот турнир так очень высокого уровня, было психологически. Сегодня тяжело. Было еще дождь, было еще напряжение. Было очень, как сказать, сложно бороться при таких условиях именно погодных. Сколько сегодня ты встреч провел и какая была самая сложная? Я провел пять встреч. В абсолютном я провел три встречи. А скажи, какую тактику ты избрал, чтобы одержать победу? Не знаю, я давно не боролся. Последний раз, когда я, наверное, в июне, ой, в июле на Зандунжу боролся. И Мурочи, в Кяхинском районе. А в основном я в районе мало тренируюсь. И это, как бы, слегка есть небольшая неуверенность, но ничего. Избрал тактику в ожидании. Но, конечно, надо было больше атаковать, больше двигаться. Но так не получилось, не хотел рисковать сильно. Этот турнир посвящен 70-летию Великой Победы. Чему ты посвятил свою победу? Победу, прежде всего, своим родителям, я думаю, отцу, матери, которые нас пять детей с детства воспитали, дали всем образование. Спасибо им большое также своей жене, своему сыну, своей дочери, которая сейчас в Закаминске улегчение учится. Мы надеемся, что мы будем часто видеть тебя на коврах республиканских турниров, что ты будешь радовать наших телезрителей. Спасибо тебе большое, поздравляем тебя. Спасибо вам. Режиссеры и редакторы нашего канала приглашают к разговору финалиста турнира Цибика Максарова. Мене хажуды буряды мэдэйжи буху бурилдавшы. Цибик Максаров бэйны Цибик. Ши муно дыр, ямыр сатхилтэгэр бурилдавшы. Мен муно дыр, буряды бұлгыжы ерет, ахол аға. Мен маға. Мен маға. Мен маға. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок И таково мнение финалиста нынешнего турнира Цибика Максарова. Ну а теперь предположим, что наконец-то наступило время окончательного нашего с вами прощания. Мы желаем вам всего доброго, удачи вам во всех ваших делах, начинаниях, успеха и всех благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!